и вновь хайку друзья мои на поездке дня у нас опять таки вол и его интересные миссии а точнее пасхалки и точнее одна миссия по крайней мере на сегодня и так мы начинаем миссию звезда экрана кстати разговор как я уже сказал сегодня пойдет только о ней в общем самом начале насколько я помню нам дают один и говорят о том что можно повеселиться и собственно такую первую цель мы увидим над головами врагов исключательные знаки вот такие для полной отсылки не хватает лишь этого звука если что то это отсылка к палевности в игре мирл гир вдруг кто не понял присматриваясь к плакатам а к ним сегодня придется присмотреться потому что их здесь реально много можно увидеть вот эти два билборда на одном мы видим дорожного бегуна из одноименного мультфильма сам же дорожный бегун из вселенной луни-тюнс если кто не в курсе но на самом деле это логотип компании отца одного из гейм-дизайнеров метельцы а именно филиппа гонзалеса видимо так он решил отдать дань уважения отцу плакат рядом гласит помогите нам найти убийцу дэйва бергринса вознаграждение 70 тысяч баксов и кто же этот убийца как оказалось от один из разработчиков blizzard работает он художником и гейм-дизайнером фото на билборде кстати не его он выглядит вот так по совместилисту он играет в группе эти си 80 уровня как гитарист на самом деле уже не восьмидесятого но какая уже разница кстати в игре полно своей собственной рекламы и она есть и на дирижаблях голограммах и разных экранах впрочем к рекламе мы еще вернемся а пока поглядим на вот эту ядерку как все уже догадались это опять отсылка к игре fallout не их фирменному одноименному напитку или можно взглянуть вот на этот плакат айкрейсер боюсь правда в карман он не поместится на кого это волнует ведь это яблоко впрочем здесь и недоделанные банки рекламируют этот вон еще в бета-тесте находится можно протестировать сколько у нас денег или если их нет а еще мы тут и нашего старого рогатого знакомого встретим он да тоже впаривает какую-то борду под ордынским логотипом правда все на корейском так что я не знаю что это есть кто в курсе в комментариях жду ответ кстати у нас у рабочего класса дела идут очень плохо поэтому приходится все время клонировать одного и того же служаку звать его пабс от такой скучной работы и однообразной жизни сам пабс наверное решил образовать свой маленький бизнес для своих же пабсов а вот этот маленький билборд меня заинтересовал очень сильно просто я не ожидал увидеть польский в игре про starcraft в общем эту фразу на плакате вы можете конечно прочитать как живая броня на самом деле живья и броня или что-то в этом духе означает кормят и защищают сразу горе перевод примерный это выражение стало впоследствии девизом польских солдат в каракаве во время восстания костюшка где и было написано на их флаге вот этом также это знамя можно встретить на оборотной стороне банкноты ценности в 500 золотых 1982 года выпуска вот этой и в общем то все это отсылает нас на тадеуша костюшка который был военным и политическим деятельным в войне 1794 года ну собственно вот он неужели кто-то из верхушки доминиона его помнит а то и вовсе является его предком помимо прочего была еще и песня с таким же названием группа правда тоже странно называлась морда царя николая ну если вы не поняли то она называлась лицо царя николая ну кого это волнует на польском просто лицо это морда поэтому но в общем вот дальше кстати в кинотеатр давно ходили вот в этот рекомендую в нем мы можем увидеть такие фильмы как но зергов 6 созданных по мотиву фильма ночь живых мертвецов лизе лордерона 3 посвященные миру варкрафта и бывшей столице людей лордерону идеальный пси шторм созданный по мотивам фильма идеальный шторм тихое поглощение создан по мотивам фильма тихий убийца джона карпентера выход драгуна создан по мотивам фильма выход дракона с брюсом ли ну естественно мюзикл по вселенной диабло думаю даже объяснять не надо ничего еще чуть левее этого кинотеатра можем видеть корейский караоке бар такие вот у нас дела сначала попели потом посмотрели ну или наоборот наш кстати турин довольно приятен вон даже в рекламе нижнего белья засветился название означает империя армания сам же плакат отсылает к производителю одежды джорджи армани его веселым плакатом с мальчиками в труселях и здесь еще одна реклама известного дизайнера переводится она как одни мужчины один мужчина без мужчин или только люди один человек без людей кто еще не понял это отсылка кельвину кляйна он тоже является знаменитым дизайнером одежды какая армани здесь правда его фирма занимается клонированием людей отсюда и такой слоган напомнила мне все это фильм шестой день с арнольдом шварценгером главной роли а для киноманов я напомню еще и вот этот момент успокойся ты сильно ушибся головой а где мои брюки вон там на сундуке спреда я раньше не видела сиреневое белье кельвин кельвин почему-то упорно зовешь меня кельвином но ведь тебя так зовут кельвин кляйн у тебя на белье написано друзья называют тебя нет вообще-то обычно меня зовут марти так погодите-ка он что телепортируется что ли мы же его видели недавно вместе из ов жунглей гребаный бункер он на что преследует в общем кто забыл он из сериала лост рядом с которым учтиво расположен плакат голосящий следи за своими соседями внимательно ну ладно в этой миссии есть вот такая интересная машинка собственно она называется crazy horse и пяти и пяти означает по сути апартаменты насколько я понимаю и возможно это отсылка к мему бешеная лошадь есть городе москвой стрип клуб супер нового называется нас здесь завлекает танцующий голограммы эльфийки ее мы там можем увидеть и гиперионе но об этом попозже на этой миссии есть еще и секретный документ позволяющий попасть нам на тайную базу доминиона для его получения мы должны проследовать нижний правый угол карты уничтожить вот эту лабораторию после чего нам выпадет документ который мы поднимаем что же конкретно она скрывает от нас мы узнаем скорее всего в следующей серии а на этом у меня все дорогие друзья я вас оставляю в покой на сегодня а вы тем временем можете посмотреть прошлые пасхалки если вдруг еще не видели в общем всем спасибо всем пока ожидайте чего-нибудь интересного в будущем оно определенно будет